Витебская архитектурная школа Вы, мабыть, ведаете, что такое архитектурная школа? Ведаете? Ну, ось, молодой человек усмехается в окулярах, или, ласка, дайте формулировку, что такое архитектурная школа? Ну, например, набор неких особливостей, связанных с полной местовостью, с полными долями Ну, навы не набор особливостей, а гэта группа помнеков, якея маю из этой особливости, это будет больше докладная, знаете? Ну, и вось, треба сказать, что мы уже в 12-м сторонзе отошли от типового византийского канала Вы ведаете, что на угол ранние православные храмы были так зваными катаколами Мы ими христиан долгий час переследовали, забивали там, Иванки дали, и тому хавались и они крымноломные так званые катаколные храмы были там Але потом христиан стало столько богато Римской империи, что императоры приняли христианство, зарабили христианство державной религией и вышла гэта религия с катакомбом наверх и заняла, что готовы, поганские храмы, базилики базилика была давно в Риме и базилика – это храм прямоугольной формы, вытягнутый и чем больше он вытягнутый, тем лепше А вось, коли рухнула заходняя Римская империя, а исходняя засталась, то тогда христианство поступово почало делиться на исходнюю, византийскую плынь, и заходнюю, католинскую И коли у католиков базилика засталась, то уже в шестом стороне византийцы придумали добрую модель, кружево-купольную И коли мы поглядем сверху, например, на костел романский, технический, то в форме вытянутый латинский крыш, то есть долгая такая штука и два трансерта таких, то есть крыш латинский А у византийцев крыш мальтийский, ровно концом Четыре ветви эти галины однольковые Ну и византийцы уже в шестом стороне сбудовали византийскую шедевр Константинопольскую Софию И к нам уже пройшел византийский стиль бельби доброе спрацвание В конце десятого, початку девнадцатого стороне Приехали майстры, самый первый шрам, який они сбудовали на исходне славянской земле Ну и потом уже пошло Это будавнився на Витебской земле И он решил везти долей на исход И он это было захопить и Смоленск, и Москву в перспективе Потому что на Москву он ходил не раз И к своему диду до кремлевских ворот приставлял Вот И Альянд Завез сюда новую технику модовниства Это уже немецкая техника Толстая церковь, пальчатка За этой церкви сбудовали комендный замок Сбудовали палац И заробили капитальный ремонт этой церкви Притворы переробили Я думаю, что можно навык и верх переробили Не знаю, в каких верх там заставался Покучай совсем Верх был не такой у Полонских Был такой византийский низенький Может быть уже к этому часу почало протекать Потому что никаких таких даденых, что обили по Полонскому узору у нас немало Коли византии приехали Видать, что повар из этого барабана И конечно А долго сто пятьдесят двести оно почало Так что может быть у часы Альгерда Даже не готичный дар За это есть такое подозрение И таким чином Вина была уже готичный период перероблена Заставалась православной И новые великие измены принесли унияты Унияты довольно капитально Перерободавали в больших православных церквях Темлик и славутый Полоцкий Софийский собор Який стал головным храмом униятской церкви На территории Великого князка Лизовска Вот И эту церкву так само унияты Явно перерободавали С тылью его барабка И вот таким выглядят Есть малюнки вы ведаете На чертеже Витебск Который мы ведаем Что это тоже храм Барошина-Атепа и Угниятский Ну и все так было По кругу не пришли россейцы Отповедно И это все переробили Вновь истинно православном духе Заробили фальшивый дровляный купол И таким выглядеть И она Фактично Безославливой змеи Дошла до Другой Существенной войны Войну это все Дровляно разгорело И Вышла Под низу Вот эта Муровка 12-го Она была настолько Эмоционная Что все что рабили Обсыпалось А это Руины Стояли В 57-м годе И потом На всех подушниках Этот план Бурановской Другой Он обмерил церковь Вот эти Вытянутые Два Три притвора Это все И он Заробил Ну а эти Руины стояли До 61-го года В 61-м годе Выросли В спинку Вы бачите До речи Вот этот миф Никому не верят Что церковь взорвали Но многие местцовые Витебские историки Всюду пишут Никто эту церковь не взрывал И я ведаю к чему Побоялись Что от взрыва Повалетают Шибы В суседние дома Тому и этой бабы И били И били два месяца И еще не разбили Тому что Ну не так это просто было Разбить А за этот час Рыбаков Рапопорта И еще Доследчики Вышли На Саунин Спынили это Будовниство Першиню Добилися Что По партейной линии Одному из гернику Витебска Это Первый И один Выпадок Советского Советского Что за разборение Креху Покарали Больше того сняли Фильм И Высмирили Витебских начальников Так что Это было уникальное Деяло Как в Хрущевских Часы Спынили Разборение И еще Тих Тих Михаил Горнодру Воскроле И он И он Первый И Витебска Это Горнодру И Витебска Горнодру 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 В своих Книжках Выгнили И Трухлявы Был Археологи Зафиксовали Слупов Шесть Апсиды Три Одна Ну и вот Когда я проводил раскопки Головный притвор Был Полностью Перероблен В семнадцатом стороне Я думаю Что это Униядская работа И крипта была Подвал для похований Поднизон Так что Это явно Униядский период Мы это Значили так сам С такой Церлой Вот Что еще было У Витебска В дванадцатом стороне Есть Розные думки Одны доследчики Называют Что на их думках Было аж пять Храм Вот Ну Кольки Булна Пробайся Зараз Скажи Так Алло Привет Я занят Я тут У Витебска Лекцию Читаю А Так у Аллена Будет Все Ну Калипоспе Я вернусь Покажу Завидишь Ну Аллена Будет доклад на вас Принято Ну все Так Пробай все Так вот Как раз Форма Вот Форма Вот этой церлы А Кольки Скляпа Рассказывал Так вот До пяти Ну как минимум Один доклад Был Мазам Это стопроцентно Вот там Калядинский Нашел Плинфу Нашел Каменные блоки Самые головные Он нашел Смальт Это Это Вельдью Редкая Зерва Для Беларуси Так само Пришлось Призанты Смальта Это Такие Шкляные Кубики Так вот Витебскую Смальту На Померах Выписать Вот Записать Вот Этот Кубик И Майя Такие Померы Значит 0,9 Сантиметра Альбо 9 Миллиметров На 8,7 И 7 Альбо 8,5 Миллиметра Ну Трошку Меньза Сантиметра Важать Он Один Грамм И Одна Десятая И Один бок Покрытый Позаводом Это Верно Дорогая И Вот Такую Смальту Зашли Ткачок И Калядинский Кубич Со Смальтой И Ни 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 Э Ни Ни И Ни Д 아빠 Те 2 Нагадину это 17-е. И в Витебске такой тонкой цегла я сам находюсь в паре. Так что Махчима за 12-е стороне поймали дейку Реину 17-е. Не выключено. Тем более, что цеглу никто толком не выручал, и тому разобраться, что они были на увазе и были мячачки. Первая-то речь о цеглу белорусскую выручил к озеру Иван Пакарович. В 29-м году над рукава тыкал про Половскую плитку, и вот с озера начинается в учебнике стражей на церкви на Беларуси. Ну что еще треба сказать про эту Витебскую церковь-звестование? Что конечно, после того, как удалось ей это заколоть руины, вот той самой Дружчиц, вы видели его двор на экране, забил консервацию. Это был проект. Забили консервацию, консервацию он забил веки профессийно. Сверху на это аутентичные каменные блоки поклали блоки вот это, ну, шлаковые блоки поклали. Поклали псевдоплинку, коробку, почистили, ограду заробили. И ренажа была таким местом для туристов. Притом улады местовые, ну, пьяни сгоняли, там чисто было внутри. Стоит исполнить. Треба сказать, что Гранд Беликс приходил, пьяни сгонял оттуда. То есть, ни о каких там тут вообще не было написано. Я же приезжал там на спорте и проводил. То есть, тут это место, кстати, консервированное было ПРА. И долгий час этой руины оказывали туристы, но казали, что снислили немецко-фашистские фашисты. Это модно было все списывать на фашистов. Ну, а в Акалибре стали незалежными. И когда была створена комиссия Рерховного Совета, начали Езжелевича, вояков-наместникам, тогда мы сняли, забили план. Ну, и Ютьевскую церковь включили, выделили грошек. Аутор реставрации Лаврецкий, Флот Эмин Винч, я помните, обновлял. И вот то, что зароблено, то и было Кончатково сдадено в 1999-м году. Притым, это макет, на кольке он отповедает тому, что было сказать тяжко, бо мы водного малюнка не маем, и яких гуверх никто не ведали, тому Лаврецкий обрал туковую бизантийскую архитектуру, ну, и кое-шмат, и зарабил, ну, вот, у нас таких, ну, такую копию, которые не патендуем на стопроцентную докладность, но мы не ведали верхнюю частку. И верхние частки, марчим, уже про Эльгерди были по меня. Ну, про Эльгерди это под пытанием, на то, что у нее, то я в Эльгерди это стопроцентно, это уже малюнки есть. Ну, а теперь поговорим про другим Витебской архитектурной школы, это Борис Орлецкая церковь Унавара. Вот, Будавана, она позднее, чем Витебская церковь Унавара. Я умолно могу сказать, ну, где-то середина, ближе до другой половины, двадцатая осталась. И, текаво, что, хоть что и за все, Будаван уже не той веземцы всякие приехали, может, он помер, может, вернушина, один бояручный боталарь. Потому что бачено, что муровка такая, ну, горшая, значит, биль. То есть система тает, но ады плинфы не вытриманы, плинфы покладены адыян. То есть бачено, что это уже биль не сам даты греха, а его мучный, видать, вот. Но так само каменные блоки, так само выкорестовывается бильфом. Ну, и лез этой церквы надзвучить и как. Справа в том, что у Навара, откуда двунадцатом с того годзи махчима была и церква на замшу, что есть такое подозрение. Бо коли Горевич там проводила раскопки, и она там бильфу знаходила. Может, еще, коли не будет нечто знойди, может, это посадская церква, но не выключено, что это было и у Витебска, то это самое было. Вот. Чему трапили Витебские мастры? Ну, видать, Ниндия свояки были, тут, тяжко сказать, с навародским князем. Бо навародская земля – это позднее утворение. Но возникла, как самостоянная держава, где-то в конце дванадцатого, а в початку тринадцатого – это уже была землямина, ведь так и называются в летописях, как Полоцкая. И не упадкова там-то дыринь. Довзь явился и все остальные. Князи свои были. Ну, и раскопки Горевич. Хоть показывают, что Навара – это богатейший город, еще и Европа. То, что она там значила, ее и заздростили и в Киеве, и в Москве, потому что это был такой центр международного ганда для арабского посада с позолотой бочи сотни, видимо. Ну, еще и в остальных. Ну, а что текавая война значила? Так само, у Киеви там, вот и долго это не было войны, она раскопала на территории окольного города домы богатых князем и бояров. Дравляные домы, но один дом был отынкован и фресками расписан. Это залога уникальная изъява во всю Европу. И ковалки фресок были настолько великие, что на одной выява князя у княжушки Шамса. Такие великие ковалки. Она тут обраковала, это все есть. И шкляные в окна были. Тут рулят нам тоже, разумеете? То есть, не выпадкован, Навара так стал столицей. То есть, он богатей за Киев, за добро, за все города. Ну, отповедно, в этот час гроши сиявились, и началось там каменное будовниство. И явно приехали, с початку, подкреслено говоря, витебские мастры. И вот они сбудовали основанный объем церкви. Техника подобная, но уже нема вот этой обшивочки. Нема там шерой тунковки, нема этих белых полосок, броков, вот такая простая. Ну, явно, что это уже, ну, как кажуть, ремейк, как у нас модно называют. То есть, но техника такая. Пытым такие весь детали, яких нема у Витебской церкви. Там есть пол колонки, как у Полоцкой. Ну, эту пол колонку, наверное, мне довелось раскопать. И долгий час, долгий час, никто народу не ведал, и в голову никому не приходило, что это 42-12-е оставление. Столько раз его перебудовывали, что, ну, все писали, что это помник Готыки, что готычник помник. Але там проводились и земляные работы, нашли Плинфу и запросили Михаила Каргера. И вот, запишите, первые его раскопки были в 61-62 год. Как раз в этот год ломали Витебскую церковь. А в этой церкви забили архив. Ну, раз архив, то никто, конечно, ее не ломал. Архив был. И вот он там раскопал лопатки с пол колонками, два притвора, знайшов, с полночи и заход. Про несколько годов Каргер приехал вновь. В 65-м годе на угол великие раскопки заклам. И оказалось, что в окол этой церкви была еще галерея. Специальная пробудова такая. С трех боков. Но галерею в рай были полоцкие масты. Витебские съехали идти, их прогнали, приехали и полоцкие, и галерея сделана только с Плинфы и со Схованным Радом. То есть основный объем заребили витебские масты, а все вокруг полоцкие. Чистая Плинфа, муровка, ну, вот так вот полоцкая. Один-кандал. То есть явно, что там было два периода. Первый период просто церкви, а потом еще и галерею заребили. Дорогие, что так само были недорогая идея. Вот. И там, тогда, когда я знайшел массу фресок, знайшел ее голосники, то есть у стенок были недрезданы, и то я самое я знайшел в 88-м году. Коли мне дали задание провести раскопки, я там все это знайшел. Знайшел я еще интересные такие речи, цвеки, якими пробивали свинцовые листы. Во все эти граммы не имели даха. Дах – слово немецкое. И вся немецкая терминология в нашу архитектуру пришла с грамзы. Это 13-е, 14-е столовые. Однажды, наша терминология была греческая. Плинфа по-речески означает «плита». И самое цикавое, вот я ж ты, злитовцу смирился, бо арены церлы не имели. Их и зараз церла по-литовски называется «плитас». Слово-то нахер взяли. И потом литовцы меняли все эти славянские слова, бо у них, допустим, были «бурокос», «цебулес», «огуркос», все это поменяли. Бо не было у них этих. Росли, но они все у нас брали. Так уже нема ни «бурокос», ни «огуркос». А вот «плитас» осталось. А черопица называлась «черпис» по-литовску. Зараз называется «стыклис». Ну вот церлу мы не поменяли. Ну, когда вы уже эту «плитас» поменяете на нормальный литовский термин, мы смеются, когда не будем менять. Так вот, хлопцы из девчаток. То есть, когда мы вернемся в Новгородок, то там мне удалось найти такие специальные цвеки, якими прибивали, да, за камар свинцовые листы, когда десятка. И они мают плешку где-то сантиметров 10-15 в диаметре и такой маленький кончик. То есть, как ветер не сдул эти листы. Вот мы нашли там эти цвеки. Плиток подлоги Бельмешмат. Когда у Витебского подлога была каменная, то в Новгородку три типа плиток. Трехколеров коричневые, зеленые и желтые. При этом плиток шмат. И, значит, шли мы их в разных померах. Ну, давайте померы записать. Квадратные были плитки. 12,5 на 12,5. Трехкутные. 8,5 на 8,5 на 12,5. Пропугольные. 9 на 9,5. И тоненькие толщиня. Полтора сантиметра. Два. Два и два. И все концы скошенные. Как ваку. Их притиснут. Тогда и не будут лежать. Желтый, зеленый, коричневый оттенек. Глобня подморка. 75-80 сантиметров. Приты. Культурный слой был. Люди там жили на посаде. 70 сантиметров культурный слой. А вот 10-15 матерей. То есть, яны. Так само. До матеряка доходили. До покольки вытяжку слоя 2 метра. А тут меньше. И подборки меньше. Яны. Три с половой. Это великий формат. Основный. И меньше формат. 23 на 16 на 3 с половой. Фигурный. Лекальный плинт. Я собрал там великую форму. Вот. Ну и треба сказать, что. Померы мы не ведаем. Не можем померовать. Потому что перебудовы. Полову церкви просто снищили. Вот это предняя частка. Это шмат разорка. Померы мы не ведаем. Вот. Олег Ковалов с тем заставочим. Вот. Центральная частка заставалась. На их потом ставили. Ну и история этой церкви. Так само. Вельми такая. Складанная. Вот. Летя чем по плитках подлоги. И она простояла. Вот таким. Пешеподобным выглядят. Где-то. Можа. Аж до пятнадцатого стола. Во плитке вельми стёрка. Ясно, что ходили по им. Не одно с того. И первое, что мы там бачим. Толстую церлу. Такое. Кумирским замком. То есть. Перший ремонт был. Где-то в початку шестнадцатого. Як экология. Каложа. То есть. Веда дах. Обвалився. Как я вам рассказывал. Был перевод. Количе дахи. Обвалився. И там. Знайдено. Шеропропоз. Нашел церлу. Девять сантиметров. Это початок шестнадцатого. Но основную перебудову, конечно, заробили унеяты по початку семнадцатого стола. Яны всю эту церку перебудовали в стыле раннего обморовка с элементами гонки. Зребили такие гадочные арочки. Такие раны цикалы по периметру. Зребили. Разробили. Вось. И треба сказать, что яны поклали новую подлогу. Так само с плиток. Али толстых. До пяти сантиметров. И накрыли церкву поливаной доходкой. Шеропицы поливаной. Вельми привозь. Коричневым и зеленым. То есть унеяты хорошие мель. И тому яны капитально перебудовали в початку семнадцатого. Потом ее перебудовывали уже в период Российской империи. Раза три. Вось. Недавно там. Сегодняшние святеры попсовали. Цебули не поставили. Какие неповидные там были бы. То есть закрыгаты хапилы. Алия фресками она была расписана. Ковалочки фресковые как разноходили. Не довелось разноходить. Вось. И подлога там была двойчес. Первая подлога дванадцатого стола. Вот. Другая где-то. Конца шестнадцатого. Первой половы. Семнадцатого. Ну с толстых таких плиток. Вот. Так что мы маем и другие храм. Основанный объемникового. С бутоварными. Витебскими майстами. Ну и не так давно. Но. Решетки храма. Знайшел. Калядинский. Лево. У. Слудскую. Рево. Раскопки. Знайшел. Блоки. Комендные. И плитку. Блоки подобные. Народниковые. Так что мы маем еще один. Центр. Центр. Слудское. Князство. Витебские майстрии. Так само. Описывают. Так что. Казать. Витебскую. Школу. Архитектурного. Но. Кремия. Витебсками. Сто процентно. Маем. Новаграды. И. Слудское. Вось. Такая. История. З этой школы. Ну. Але. Целых. Погняков. Мы. Неводно. Ганимаем. Але. Решетки. Ну. Удалося. До речи. Вот. Эти. Мороки. Так что. Вы можете. Гановиться. Тым. Что. Маете. Архитектурную. Школу. Как осталась. У. Сороковых. Пятьдесятых. Годов. Пятьдесятых. Потому. Что. Явно. У. Наваградку. Будавали. Годов. Раз двадцать. Тридцать. И. Уже. Учили. Майстер. Майстер. Уже. Альба. Памера. Гузьех. Таким чином. Двунадцатом столовой. Мы. Маем. Половскую. Архитектурную. Школу. Витебскую. Смоленскую. Родненскую. Плюс. Маем. Тиевскую. Туровский. Храм. Это. Тиевская. Архитектурная. Школа. Приехали. И. Польские. Майстеры. Романской. Техники. Были запрошены. В Минск. И. В Минску. Почали. Будовать. Храм. Романской. Техники. Место здорового. Романской. Так что. Батите. Кольки. Розный. Школу. И. Будынку. На нашей. Территорию. Двунадцатом столовой. Так что. Мы. Можем. Гонориться. Что. Мы. Ни. Яки. Ни. Задворки. Европы. Ну. И. Самое. Уникальное. Это. Конечно. Спаса. Пропроженская церковь. В Афросиньевской монастыре. Один. Японник. Европы. Двунадцатого столовой. Яки. Практично. Целком. Заховался. И. Коли. Снять. Эту. Усю. Победку. И. Снять. Это. Дах. То. Я думаю. Что. Может. И. Ваше. Поколение. И. Проводится. Право на реставрацию. Мы. Можем иметь. Храм. Двунадцатого столовой. Аутентичный. Чего. Ни. 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 Двунадцатого. Коли. Обвели реставрацию. Келья. Знайшли. Молюнок. Ефросинь. Полоц. Крикает. На долоне. Тремая. Аутентичный. Молюнок. Отражав. Текар. Так само они здесь ведь отнимают. Вот. Рокинский. Коли. Проводил. Реставрацию. Знайшел. Эфросинь. Это явно. Эфросинь. Там за Эфросинь. Розных монашек. Написали. Что Эфросинь. Но кто же не доказал. А тут явно. Что это Эфросинь. Вот на руке. Тремая. Модель. Макет. Храм. Это фреска. Фрески. Были. И. Витебску. Из граффити. Болубоин. Такие. Дидли стоите. Это так само вам. Ведомый. Малюток. Так что. Такие справа. Ну а зараз давайте. Теперь. Пытанье. В конце нашей утраки. Такую. Поведем. Скучу. Обмен. Дубками. Приласками. Такие. Я хочу сказать. Что. Пресс-пару. Выседцев. У меня выйдет. Чарговая книжка. Будет называться. Короткая. История. Архитектуры. Беларуси. Прошиню. От. Палеолита. Тысяча девятьсот девяносто 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 первого года. Так что. Пресс-пару. Пресс-пару. Выйдет. Триста тридцать. Иллюстрация. Будешь. Конечно. Там. Витебск. Приставленная. Я книжеческая. Обыдеться. Начинаючи с Витебской церкви. И кончающей. Домом коммуны. И так далее. Советской архитектуры. Бойсоветской архитектуры. Витебску. Некенская. Домов коммуны. Осталось два. Витебский. И. Гомельский. Остальные. Давно пропали. Можилевские. Давно. Перебудовали. А вот. Витебский дом коммуны. Один из первых в Советском Союзе. И один из самых. Уникальных. Ну и Гомельский. Само собой. Так что. Есть у вас. Уникальная архитектура. И совет. Дальше. Первый. Железный пост. Был в Витебск. Из всех городов. И. Наверное. На первых. Паштовках. Витебску. Над рукавами. Так что. Вы можете. Своей архитектурой. У всех. Периодов. У всех. Страночков. Той же самый. Трамвай. Один из первых. Российской. Империи. По-моему. Витебск. Третий. Четвертый город. Российский. Третий. Третий. Третий город. Со своим. Трамвай. А у меня. Вспунитесь. Вы. От. 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 От.